Так, все. Плэн занят. Ситуация 3 в 4. Смотрим, что Дэн делает. Если фарш 1 на миде. ВАП! Нахуя! Опять ты пушишь! А, Дэн без армора. Как так-то, Дэн? Не знаю, что случилось не так. Дэн берет бота, окей. Что? Дэн, ты что, серьезно? Это просто какой-то пиздец. Я не знаю, он что пытается специально завоевать эту игру, что ли? Так, так, так. Алло. Здравствуй. Ну, здравствуйте, здравствуйте, товарищ. Бля, я так счастлив. Пошли разбирать игру. Окей, пушишь мидл, тут никого не видишь. Так, опасно достаточно открываешься. А, точно, вспомнил. Бля, у меня прицел в жопе, я вижу. А, нет, ну ладно, ты убил его. Воу, тут вот. Смотри, во-первых, во-первых, почему ты стреляешь и при этом бежишь с калашом? Почему? Ну, потому что я двигаться пытался. Не стоял на одном месте. Для тебя пока это не вариант, ты не знаешь, как правильно стрейфиться. Потому что разброс, когда ты двигаешься и стреляешь с калаша, у тебя просто он там весь экран, наверное, занимает. Твоя задача с калашом надо все время, ну, стоит стреляться. До стрейфов мы потом дойдем. Для тебя это пока что слишком сложно. Тебя надо пока что еще научить просто стрелять. Вот. По итогу ты не можешь нормально попасть, потому что ты двигаешься, ну, типа тоже, чтобы не можешь попасть, но ладно. Когда стреляешь калаша, ты не должен двигаться. То есть, ну, нет, ты можешь двигаться, когда ты сидишь, ты можешь двигаться, у тебя та же самая точность остается. Но когда ты и настоя стреляешь, ты не двигаешься. Ну, это у тебя еще спасло. Вот. Тут. Ты выходишь, особо ничего вообще не чекаешь. Думаю, сегодня я тебе покажу, как надо правильно выходить в шарта и хоть чекать все позиции. Если за это присмотреться, можно увидеть голову КТ-шника за тачкой. Вот вижу, да, влево. Тут и такой оло-ло-ло-ло. Я бегу с пасцом. Мотова сюда оставить пачку. Чел, наверное, бомбил. Да, это неплохо. Потом ты начнешь перезаряжаться, когда рядом с тобой, не важно, хватает, не хватает. Рядом с тобой типы стреляют вражеские. Хоть у тебя там один патрон хоть два, но лучше эти два патрона хотят стрелять, потому что ты начнешь перезаряжаться, тебя просто убьют. Ты ничего не делаешь. У тебя же, если я проект поинта, половину магазина даже было. Так, здесь у нас что? А, что за это уже? Флешка. Я не понимаю, вот этого выхода ты кинул флешку и потом начинаешь выходить сразу. Она еще не разорвалась даже. Я потому что поставлюсь отработать этот навык, как здесь кинуть грамотно так флешку, чтобы выйти нормально. Я пока отрабатываю. Ну, окей, значит, сегодня я буду тебе разбирать, как это все правильно делать. Начнем потихоньку разбирать ДАС-2. Выходишь, тип там был хулбайнд, ну и по итогу он тебя перестрелил. Окей, ваш тип выходит на Б. Вижу. Минус дал. Минус дал. Во, точно, точно, я вспомнил, почему я записал. Так, ты ставишь пачку. Раз, увидел, типа, два увидел, типа. Все, у тебя я понимаю, что два нами делают. Ты пошел пушить. Окей, ты убил, типа. Ты убил, ладно. Но. Что ты делаешь потом? Ты бежишь еще дальше в мид и перезаряжаешься. Зачем ты это сделал? А сколько там патронов осталось? Не важно, сколько патронов. Ты сделал даже минусы. Тебе изначально надо было выходить. Все, ты занял Б. Все, вот этот периметр ты контролируешь. Тебе нельзя выходить за него. Когда у вас ситуация 2 в 3. Окей, ты вышел, ты убил здесь, типа. Хорошо. В таком случае сразу же отходишь и все. То есть твой пик, в принципе, даже был, ну, оправдан. Ты убил, типа. Но потом ты просто, напросто умер от второго типа и по итогу ситуации 2 в 2, которые ты выровнял. Вот. 2 в 2 осталось. Ну и все, да. И по итогу раунд был богополучно слит. След. Очередной раунд. В том же стиле вроде бы. Помню. Выходишь, начинаешь стрелять. Тут тебе просто магическим образом везет. Ты убиваешь. А, нет. В том же стиле как был восьмой раунд. Вот. Вышли, заняли. Смотришь Тёмку. Окей. И здесь ты идешь опять пушить. Ситуация 3 в 4, Дэн. И ты опять лезешь зачем-то пушить. Никогда не пушь при поставленной пачке затеров. Только если это не ситуация уже 5 в 1. Вы идете искать последнего КТшника. Когда у вас ситуация 3 в 4, за плент лучше не лезть. Потому что КТшникам достаточно сложно выходить на этот Б плент. А так ты просто открываешься. Ну, типа даже не убиваешь на беде. Потому что просто сейчас даже пушил. Ну, просто пошел слился. Во. Точно. Вот он. Окей. Тебе дали молек. У меня молотом. Стой. Стой. Пока я говорю. Окей. Поставил еще, конечно, смотри еще. Причем, у тебя калаш куплен без армора. Это... Начнем с этого. Почему ты купил его без армора? Мне в этом интересно. Я думал, если честно, если я так купил, значит, копируйте меня. Я думал, что у меня есть армор. Окей, ладно. Ехали дальше. Потом ты о-ло-ло-раш. Сразу два типа сидит. Окей. Тебя убили. Ты знаешь, что там два типа. Ты берешь бота и сливаешь еще его. Вопрос. Зачем? А я потом бота не брал после этого. Плюс ты видел, что у бота была скорострелка. Ну, как бы... Ты не знаешь, что два типа в упоре. Ну, как бы помочь команде со скорострелкой, кто мог пойти в МИД. Тогда пикнуть МИД. Потому что, ну, типов не было в документе ВП. И тем самым битом перетяжку с УБН. А так я просто пошел на лонг, про который ты знал, чтобы два типа в упоре сидят. И просто слил бота. Чем с неплохим ганом, как бы. Как бы я просто в этот момент, то я просто там в фейсфауме себе бошку пробивал, только успевал. Окей, дальше стоишь, смотришь. Тут ты просто ловишь тайный, чел выбегает. Окей, ты его убиваешь. Поставил ему гол у первых пулей. Кто дальше смотришь? Шорт. Дальше я мини-карту смотрю, пытаюсь понять, где у нас активно и главное. Так, но потом, как я помню, да, была инфа, что чел у короба. Ты как-то на этот лонг все равно как-то так, не сильно хочешь смотреть. А тут не было информации. В смысле? У тебя типа убили в коробе. Соответственно, один тер точно у короба. И скорее всего он пойдет все-таки через лонг. Потому что здесь игроки на северах они прямолинейно играют. Смотришь, потом смотришь на шорт, где у тебя тип туда-сюда бегает. Я вообще не знаю. Не знаю, на чем ты делаешь. И потом резко помнился. И потом ты как будто посмотришь. Я предположил, что там лонг может быть. Поэтому резко развернулся, но уже было поздно. Вот. И по итогу тебя тип убивает. А, я тут вспомнил. Нас гранатами стали закидывать. Ой, какой раунд, а? Ну да. Ну да. Ну, это ладно. Окей, минус 3 ты оформляешь. Потом у вас вот этот тер, про него было точно инфарк, потому что он точно убил кого-то на шорте. А я ни хера не видел. Что же ты делаешь в таком случае? Смотрим. Главит на голова. Ты посмотрел на КТ. Он стреляет... А я ни хера не видел, понятно. Ты должен был слышать то, что он стрелял. Вот. Тего типа убили. И потом ты уже только как к тебе шмальнул. Если бы слышал, я б... Пал бы. Так. Не слышал. Окей. После игры сейчас только кое-что сделаем. Здесь я не знаю, тебе в очередной, блядь, раз везет попасть чуваку в голову. В полете. Это... Трендец, на самом деле. Тут... А, блядь, а водит. Я... Все. Так. В принципе, более-менее... Ты должен знать. А, ну вот здесь позицию тоже. Окей. Выбили пачку, и ты идешь смотреть мид. Окей. Я понимаю. Но... Для чего ты именно сюда выходишь? Потому что... Активность, когда у нас была выбитая пачка, всегда была на миду. Поэтому предположил, что на миду будет активность. Поэтому я пошел. Ну, это правильно, да. Она была с моей стороны, да. Но ты мог ее просматривать и... Да, просто стоять здесь и просматривать. Все эти все смотрят в сторону. Темки. И если бы... Ты бы это знал, ты бы это знал, ты мог спеть. Теперь заточку. А так ты просто стоишь здесь открыто. Да, ты можешь одного убьешь на нежданчике. Но второй тем, скорее всего, изменяет. А так ты мог бы дать инфу и уже бы... Вдвоем встретить. Встречали бы. Нет. Ладно. Там... Тер, как-то долго широей оберись тоже. Ну, вот, на счастье на этот счет ходить. На виду активность. Как ни повезло, что меня здесь не убили. Скорее всего, не после нас передойти. Ну, потому что потом пошел смотреть в сторону. Темки. Окей, встал в углу. Правильно. Первый забрал. И потом такой что-то... И... Ну, окей. Ладно. Во втором ты особо не знал. Нет. Нет, братан. Нет. Ну, как бы... Божественный спрей-контроль. Когда ты зажимаешь, тянем прицел куда? Вниз. Правильно. А почему не потянули? В смысле? Потому что надумали наверняка, убьем. Не надо думать наверняка, надо контролить спрей. А не надеяться, что у тебя пули полетят в голову. Вот. По итогу тебя и за счет этого убивают. Ну и... Тут... Опять же позиция. То есть... Открыть и через чего? Да. То есть, ну, вот просто здесь стоишь. Как бы, окей, ты убил одного, ну... Сразу лучше пытаться уйти влево, к тачке. Потому что, ну, хотел он тут дальше пошел за счет. Кикать. Добивать. Ну... В таком случае, когда ты уже, типа, пачкуй, не надо убежать. Не добивают. Они играют с его. Ну, в принципе, надо играть после своего. Надо играть так, чтобы точно взять раунд. О! Тут... Здесь у меня было четкое ощущение, что кто-то пойдет. И мне повезло, что был парень с пачкой. Окей, да. Ты его убил. Посмотрим, что ты делаешь дальше. Ты... А, да. Там кидается смог. Ты зачем-то пошел пушить с семью патронами, начнем с этого? Но ты это не заметил сначала. Ты это понял только позже. Да. Когда смог был кинут. Ты же... Он на этом моменте, я думал, выйдет. И когда смог кидет. Но прополз. Клавиша R английская. Это... Кнопка призыва врага. И ты вовремя. Что есть? И тут... Опа! Сюрприз. Вот. Перезарядка слышно. Нет, потому что все время, когда ты начнешь перезаряжаться, все время кто-то выходит. Это... Это по дефолту. Хочем статус. На самом деле, позиция такая, если для приемки лонга. А какая лучше всего для приемки лонга? Ну, тут, смотря, знаешь, какая ситуация. Если ты играешь в соло лонг, я думаю, даже... В соло лонг с авиком, в теории, можно пикнуть. Окей. Но если ты играешь прям по маслу каким-то, в принципе... Ммм, можно на тачку встать, но ты с нее навряд ли уйдешь, если будешь выходить. Просто, если ты тут стоишь, ты априори никуда уже не уйдешь. То есть, надо постараться выбрать такую позицию, чтобы ты мог постараться кого-то убить, и при этом еще отойти и выжить. А не просто убить и умереть. В принципе, со стороны КТ можно, если у тебя кто-то смотрит шорт. Ну, либо же постараться занять яму, опять же, и из ямы принимать. Но это тоже... Чаще всего все-таки лонг играют два типа. И под флешки. На дороге никого нету. Там начали проходить шорту, ну и тебя просто подловили. Вот. И по итогу раунд, ну, вы берете. Ты сам берете игру. Ну, вы берете игру. Ну, вы берете игру.